Я, конечно же, против такой истории. Я хочу, правда, сказать, что я не до конца знаю ее изнутри, впервые сейчас слышу, но я считаю, что бабушки или люди, которые дома в этот момент в субботу, в свободный день, могут повышать свой же профессиональный уровень, изучая новые какие-то программы не на рабочем месте, а потом их применяя на рабочем месте, будучи членом команды своего предприятия. Они, может быть, больше даже пользы принесут этому предприятию, нежели он выйдет и плохо пробежит какую-то стометровку. Вот то, что для галочки. Я считаю, что формальный подход к любой инициативе, он неверен. Хотя я считаю, что многие люди, считаю, что стремление приобщить государству к занятиям спортом, мне кажется, что это правильно. Но просто можно еще и по-другому пропагандировать. Не угрозами, а тогда мы вам не будем оплачивать, то есть копейкой будем бить. Не угрозами, а чем-то другим. Ну, например, поощрением наоборот. Если вы придете всей семьей, то детям морожено, бабам цветы. Вот пробежите себе стометровочку, и будет вам счастье и хорошо. Ведь смотрите, ведь какой пример сейчас 9 мая случился, когда сказали, что только те, кто хотят. И ведь люди, многие даже не пользовались услугами государства по распечатыванию. Они говорят, мы что, бедные люди, не можем распечатать своего члена семьи, который погиб. Да вы что? Пусть это будет 100-рублевый вклад, помощь государству в проведении такого праздника. Это пример, когда без обеззаловки пришли люди. Я смотрела эту трансляцию, я рыдала, я не могла сдержать слез. Это наш народ, вот это наш народ, и это будущее России. Как говорила Ванга, и воспрянет Россия, и станет крепкой, и победит во всем мире, когда живые станут в один ряд с мертвыми. Это потрясающе. И я, вы знаете, по-разному можно говорить. Я уважаю политику своего президента, я его поддерживаю, я его выбирала и буду выбирать. И он подтвердил, я из другого города прилетала со съемок, отменяла этот съемочный день, что я хотела проголосовать, я хотела, чтобы этот президент был моим президентом. И я его вижу, что он идет в этой колонне, и весь народ, наш народ, не заставишь делать что-то из-под палки. Мы слишком своевольны. Поэтому, пожалуйста, дорогие руководители, не заставляйте никого ходить просто из-под палки. Они сами придут, если вы, наоборот, поощрите их, наших людей.